Аудитория – ступор. Ну, кто-то говорит, существование белковых тел, к примеру, да? Жизнь – это надо построить дом, посадить дерево, вырастить сына. Ну, это всё проявление. А жизнь вот просто такая, а что такое? Тема. Это тема. Это тема в себе. Жизнь есть состояние, изменение и перемещение информации в энергетическом потоке Вселенной. Всего лишь на всё. Повторяю, для особо одарённых. Жизнь есть состояние, изменение и перемещение информации, потому что она первична, чтобы было впереди курица или яйцо, лишь яйцо, мировое яйцо. А игла где? У Кащея. А где у Кащея? Яйца. В нём и сидит, да. Есть состояние. То есть вот, а как рождается жизнь? Одно лишь мыслеформы. Это единственное существо во всей Вселенной, которое рождает энергию из ничего. Мыслеформы. Это творится. Когда мне говорят, а ты видел Боженька, а ты с Ним разговариваешь, ну и на прямом контакте с Ним, но это не значит, что он там, дедушка с бородой сидит на облаке там, свесив ножки там, наблюдает. Кстати, про Гулливера сказочку знаете, да? Вообще в сказках заложены величайшие смыслы. Поэтому состояние, вот состояние, оно не может без расширения и изменений. То есть есть состояние, но оно начинает изменяться. Потому что если застывшая, это смерть. Значит, оно должно в виде изменяться, да? Логично, логично. Как говорил Шарла Холмс, доктор Вахтсу, логично, логично. То есть логика. А если оно изменилось, что оно должно сделать дальше? Ну, воспроизводиться. Нет, нет, ну еще раз повторяю. Состояние изменения и перемещения. Поговорим. В энергетическом потоке Вселенной. Потому что энергетический поток, вот как, что такое термоядная реакция? Это как раз воспроизводство атомной энергии. Водородные, вот за что наказали, Боженька наказал Сахарова. Он отдал военным свою разработку водородной бомбы. Что сделали наши придурочные военные? Девять раз волна обошла весь земной шарик. И вся фауна и флора была уничтожена практически. А что такое в Заполярном круге? Там экология настолько, это моя специализация, она настолько, так сказать, подвержена всяким катаклизмам, А восстанавливается очень долго, веками. Поэтому сейчас, как только люди перейдут к Иванту и Переход, Они начнут совместно с Творцом, начнут очищать от этого безобразия нашу планету. И когда она вернется в первозданный вид, Знаете, кем станут люди, получившие вечные тела? Они станут в космическом музее, станут, как называется? Экспонатами. Не экспонатами, нет. Экскурсоводами. 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 Вот и нас впереди ожидает это. Мы, во-первых, должны поднять нашу духовность, нравственность и мораль на высочайший уровень. Это позволит нам вернуться к нашей истории, к нашим истокам. Потому что, не зная истоков, не имеешь будущего. Поэтому с этой точки зрения совершенно очевидно и понятно, Что и напрашивается мысль к статистскурсоводами. И поскольку пирамиду мы восстановим египетскую, А у нас пирамиды везде. Есть крымские пирамиды, есть пирамиды на северном континенте. Кстати, право проживать на планете Земля имеет только белые расы и красные. То есть мы восстановим расу краснокожих, Которые сейчас живут в гетто, Малочисленные, И занимаются всякой хренью. Кто слышал... Есть у них уникальные инструменты из бамбуковых труб, Называется пастух, по-моему, Палачичий пастух, что-то в этом духе. Уникальная мелодия, просто завораживающая, Ворочав человека в космос. Вопрос можно? Нужно. Скажите, пожалуйста, у меня было представление, Вы говорите, что нас готовят на экскурсоводов, А мне убедены, что множество рас, Множество разных управляющих программ через религию, Через законодательство, через то или иное, Это как тренировка нейросети. То есть сумеем ли мы понять, Что мы единое целое нейросеть, Направив на всеобщее выживание, Которое может быть только с морально-нравственным ростом. Ну, я могу сказать, что... Создатель, может быть, нас тренирует как разрозненные элементы, Сумеем ли мы объединиться в общую нейросеть, или как? Нет, дело в том, Дело в том, что, Если человек хочет прожить свою вечную жизнь здесь, Он должен иметь здесь привязку материальную. Вот обладание вот этой вот штучкой, А что такое, Какими признаками юридическими обладает человек, Который может обладать отсюда? Он пользуется, я пользуюсь, Владею положил в карман, А третий какая ипостась? Ну, считается, распоряжаться. Могу передать. Распоряжаться. Распоряжение. Распоряжение это самое основное. То есть пользоваться, владеть, Но ты можешь владеть, Вот я тебе говорю, владей, Но ты распорядиться не можешь, Что же я тебе дал на определенный срок, То есть на то время, Которое ты проживаешь здесь и сейчас. Поэтому, Исходя из этого, Если человек хочет остаться здесь, Он должен иметь эту привязку. То есть иметь материальную здесь собственность. Какую? Земля, авторучка, Что-то другое. А есть люди, которые, Ну, так будем говорить, Имея вечное тело, А у меня 500 лет жизни, Считайте, почти как вечность, Да? Вот. То соответственно, Соответственно, Может посещать любые, Любые планеты, Любые галактики, Любые метагалактики, Любые уголки Вселенной. Поэтому, Эти люди, Я считаю, Первопроходцы или ученые. И появившись на другой планете, Другой солнечной системы, Другой метагалактики, Другими иконами и законами, Укон-то, конечно, один, Все равно, Как ни крути, Но другими законами, Которые там придумали люди, В человека появляется, Жажда творчества появляется. Вот у любого ученого, Если ты хочешь его погубить, Отлучи от творчества. Все. И ученый пропал. Спасибо.